Так, ребятки, в прошлое видео на час я забыл сказать пару важных вещей, которые не касаются непосредственно напрямую создания криптокошельков, работы с криптокошельками, но касаются инвестирования в крипту и вообще касаются инвестирования не только в крипту, а куда угодно. Что я забыл сказать? Я забыл сказать, что очень важно понимать, что все ваши инвестиции должны быть ровно на ту сумму, которую вы не боитесь и которую вы готовы потерять. То есть не знаете, что вы обязательно ее потеряете, но вы никогда не должны инвестировать последнее и всегда должны быть готовы к тому, что вы потеряете часть или полностью все ваши инвестиции. Поэтому есть несколько базовых правил инвестирования, которым я вам настоятельно рекомендую придерживаться. Наверняка вы все их слышали уже или их часть, может быть, слышали, но я все равно повторю. Самое главное правило инвестора – это, конечно же, никогда не инвестировать, не класть яйца в одну корзину. То есть не инвестировать все в одно место. Даже если вы, допустим, хотите купить какую-то только биток, например, но на какую-то существенную сумму, уже стоит задуматься, подумать, а как вам инвестировать в биток и не использовать один кошелек. Например, вы хотите купить на 10 тысяч долларов битка. Ну, например, вы можете большую часть суммы, например, 9 тысяч долларов, вы можете положить на холодный кошелек. Если вы не уверены в том, что вы делаете, вы можете разделить на несколько холодных кошельков. Вы можете какую-то уже меньшую часть суммы, например, 1000 долларов, разделить еще на части. Например, на 300 долларов купить еще эфира или дуги коина, или какой-нибудь монеты для роста в расчете на какой-то резкий скачок, или несколько таких монет. Еще 300 долларов положить, оставить на бирже на случай что-то вы захотите купить, быстро вывезти и так далее. И еще 300 долларов, например, на какой-то удобный, портативный мобильный кошелек, с которого вы можете в пути, в дороге, без компа, без верификации, там лишний, быстро взять кому-то, скинуть денег. Например, вот так, да, могли бы вы разделить. Соответственно, если вы инвестируете в акции, вы инвестируете в золото, в драгметаллы, еще там, в облигации, еще во что-то. Разделяйте ваши инвестиции на части. Пробуйте инвестировать в разные. Чем больше вы усредняетесь, тем более безопасно для вас. Да, с одной стороны, прелесть крипты немножко начинает теряться, когда вы, если, например, вы на всю катушку инвестировали в какую-то монету, там, Stellar Lumen, да, она взлетела на, там, в тысячу раз, например. Другое дело, вы инвестируете в биток. Он взлетел на, там, 30%, на 50, да. В тысячу раз, конечно, интереснее, чем на 50%. Но это огромный риск, что ваша вот эта монетка мелкая, да, она не взлетит. И то же самое касается, в общем-то, и фиатных валют. Там просто все это более скучно, более медленно и менее интересно. Но тем не менее. В общем, делите на части, рассчитывайте риски, вкладывайте только те деньги, которые вам не жалко. Не рассчитывайте на эти деньги, как на что-то, что вы... Ну, как бы... Здесь, конечно, нюанс есть такой, что если вы, например, хотите с битком обращаться, как с вашим основным кошельком, то есть заменить полностью себе жить на биток, да, то есть найти какой-то провайдер, который позволит вам с пластика платить битком, например. Или, например, битвейдж-сервис, подписать, чтобы вам зарплата приходила в крипте. То есть это любой, кстати. Любой банковский счет можно привязать в битвейдж, ну, любой европейский. И через битвейдж получать вашу зарплату в крипте сразу. То есть у вас будет она идти, делиться на части, комиссию будет брать битвейдж, и она будет вам приходить сразу в крипте. Очень здорово. Вот. И... Кроме битвейдж вы можете использовать другие подобные сервисы, которые это делают. В общем, вы можете, да, то есть если вы реально решаете избавиться от рубля, избавиться от доллара, перестать жить за фиат, а именно начать жить за крипту, тогда здесь немножко другая история. Тогда вы должны сделать вот это все, что я говорил в предыдущем видео про холодный кошелек, вот это все, да, то есть основные ваши сбережения хранить там, меньше сбережения хранить на каких-то менее безопасных, более удобных, более портативных штуках и так далее. То есть это, ну это придется вам сделать, вам придется привыкнуть. На самом деле там все проще и удобнее, чем в банковских решениях, но на первое время придется к этому удобству привыкнуть, да, то есть оно другое, оно работает немножко по-другому, и какие-то вещи вам, возможно, немножко свои привычки придется поменять. Но это все не страшно. Вот. Если вы решаете жить в крипте, то да, вам нужно как бы сделать вот так. Если же вы решаете, что крипта все-таки пока что на данном этапе, это просто ваша инвестиция, то есть грубо говоря, ваша игра на бирже, как условно говоря, ну, какие-то рисковые инвестиции, высокорисковые, да, не как средства к существованию, а как какие-то высокорисковые инвестиции, если вы именно рассматриваете это так, или если вы, например, инвестируете не в биток, а в какие-то токены, какие-то щиткоины мелкие, в расчете на рост, да, Или вы инвестируете в какие-то проекты, в которые вы верите, просто потому что хотите их поддержать, покупаете их монеты, чтобы она на бирже лучше торговалась и так далее. В этих случаях, если вы рассматриваете крипту именно как инструмент инвестиционный, то тогда будьте готовы к тому, чтобы вы все потеряете. Потому что биржи, как я уже говорил, они соскамливаются, централизованные крышельки соскамливаются, и ваш вариант не потерять крипту, в принципе, варианта-то нет, потому что 100% варианта не потерять фиат тоже нет. У вас всегда может грабитель забраться, украсть ваш фиат, ваш банк всегда может обанкротиться там без какой-то страховки, или у вас могут быть деньги сверху этой страховки, да, и так далее. То есть в фиате эти риски есть, все те же самые риски, естественно, есть в крипте, только все-таки чем-то проще украсть фиат, а чем-то проще украсть крипту. То есть есть особенности, да, особенности простоты кражи, так скажем. Фиату легче украсть, потому что это физический объект, с другой стороны, вы можете защитить там сейфом, там какими-то метками, какими-то штуками, все, что вы захотите, да, сделать. Или положить куда-то там, если вы доверяете кому-то, или спрятать. То есть, в принципе, с криптой часть этих способов работает, а часть нет. То есть, с одной стороны, да, вы можете тоже приватный ключ вас спрятать на бумажке, там бумажку в сейф, куда-то супер секретное место, да, не вопрос. Или вообще даже заморочиться и запомнить эту мнемоническую фразу, да, чтобы ее никуда не записывать. И надеяться, что ваш мозг будет работать идеально, и вводить эту мнемоническую фразу, я не знаю, достаточно часто, чтобы ее не забыть. Вот так тоже можно пойти этим путем. Вот, но все равно, как бы, есть какие-то способы, да, то есть, когда вы ее ввели, есть способ увести. Есть способ, как бы, терморектального криптоанализа, о котором я уже в третий раз говорю. Ну, то есть, всегда есть какие-то способы, как можно у вас увести, что фиат, что крипту. Некоторые из этих способов повторяются, что для фиата, что для крипты. В какой-то степени даже есть сходство, потому что крипта анонимная, кошельки создаются анонимно, и фиат, он тоже анонимен. Деньги печатаются анонимно, и они, как бы, в свободном хождении находятся. Симпатично здесь повырастали, я не знаю, что это. Можете мне написать в комментарии под видео, что это за цветы. Если вы знаете, конечно, вот они фиолетовые, красные, белые. Тут разное что-то. Белые, вот еще такие есть. В общем, куча всего. Очень симпатично. Очень медленно у меня поворачивается все это. Ну, в общем, вот все, что я вам хотел сказать. То есть, будьте сами себе финансовым менеджером. Заботьтесь о своих средствах. Будьте готовы к тому, что вы можете их потерять, или будьте готовы к тому, что вам придется их заморозить на какое-то время. Ну, и я надеюсь, удачных вам инвестиций. Я надеюсь, что все будет хорошо. Если у вас есть вопросы, пишите, задавайте вопросы под этим видео. И встретимся в следующем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok